В 2022 году в сфере имущественных налогов для физических лиц Республики Беларусь произошли значительные изменения. Прежде всего, это касается отмены, освобождения от налога на недвижимость для собственников одной квартиры. Это означает, что владельцам квартир нужно будет платить налог на недвижимость с каждой квартиры. Для всех объектов недвижимости ставка налога для физических лиц составляет 0,1% от стоимости объекта недвижимости. Вместе с тем освобождение сохраняется для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, инвалидов первой и второй групп, несовершеннолетних, недееспособных военнослужащих срочной военной службы, проходящих альтернативную службу. Многодетным семьям льгота предоставляется по всем объектам недвижимости, а также по всем земельным участкам. Если у льготной категории граждан собственности две и более квартиры, то квартира с большей стоимостью полностью освобождается от налога. По общему правилу налог уплате исчисляется, исходя из расчетной стоимости 1 квадратного метра недвижимого имущества и его площади. Расчетная стоимость 1 квадратного метра зависит от населенного пункта и определяется согласно приложению к Налоговому кодексу Республики Беларусь. По городу Бресту стоимость 1 квадратного метра равна 680 белорусских рублей. Умножаем на площадь объекта недвижимости на ставку налога, которая составляет 0,1% и получаем сумму исчисленного налога. Так, например, на стандартную квартиру площадью 60 квадратных метров налог на недвижимость в год в городе Бресте составит 40 рублей 80 копеек. Уплата налога на недвижимость за 2022 год для физических лиц будет производиться в следующем порядке. Не позднее 15 ноября 2022 года необходимо произвести авансовый платеж по налогу на недвижимость в размере 50% исчисленных за 2022 год сумм налогов, а не позднее 15 ноября 2023 года необходимо произвести доплату оставшейся части налога на недвижимость за 2022 год. Для удобства граждан в предварительно отправленных почтовых извещениях налогового органа указан причитающийся к уплате данным физическим лицом не только имущественный, но и транспортный налог за 2021 год.